Доброго времени суток, мои господа. В Dragonflight'е имеется несколько активностей в Open World'е. Это суп, клыкарский суп замечательный, который мы периодически варим, делаем виклик, лутаем мешочки лакомических приправ, которые теперь чаще еще суп этот стартует, чаще варится. Также у нас имеется осада драконьей погибели, зачищаем несколько волн, проходим там внутрь, спускаемся вниз, убиваем элементаля, лутаем сундучок. Периодически осада драконьей погибели, как и суп, нужны для завершения виклика под названием «Помощь союзу», там, где мы получаем по 500 репутаций с каждой фракцией. На твинков это вообще очень приятно вылутывать, потому что там еще и бонусы могут быть. Х2, Х3 репутация, в зависимости от прогресса вашего мейна. Конечно, полезно знать, когда стартуют эти события, и у многих людей периодически возникают вопросы. А как бы все это отследить? Что есть полезного? Есть ли какие-то вашки? Вашки, разумеется, есть. Заходим просто на Vago.io и по-английски пишем название какого-либо события. Там, Community Feast, например, это клыкарский суп. Но помимо всего этого имеются и сайты, которые позволят вам получить информацию, даже не заходя в игру. То есть, например, едете вы откуда-то, хотите глянка, ближайший суп. Просто заходим на сайт и все смотрим абсолютно. Покажу вам два сайта, которые будут удобны для использования и которые помогут в этом деле. Первый сайт – wov.gameinfo.io. Что у нас получается? Можем отследить Dragonflight-овский Community Feast Timer. Пиршество, да? Варка супа. На EU-реалмах мы играем, напомню. То есть, гордуни там, рыбающий фьорд, свежеватель душ, другие ру-реалмы. Это все идет EU, европейские реалмы. Написано, когда по местному времени будут следующие супы. То есть, он начнет вариться через час в 20 часов по моему местному времени и продлится до 20.15. Если суп уже варится в текущий момент, будет значок горшка. То есть, например, на US-реалмах он варится еще 5 минут. Также на сайте имеется функционал по рарникам, что довольно-таки приятно для, например, пролудки искор искусности. Следующий рарник – это Azra Pioni через 20 минут. Он будет находиться тут, в красной области. И то есть, мы открываем сайт каждые там, да, 20-30 минут и все смотрим абсолютно. Также тоже имеется расписание всего вот этого вот спавна. То есть, можно заранее глянуть, например, какой нам нужен рарник, там завести какой-нибудь будильничек, чтобы не забыть. Окей. Другой же сайт, всеми уже известный, это Wolfhead, который едва прогружается периодически, что в последнее время с ним какие-то проблемы. На Wolfhead имеются также таймеры все абсолютно. Мы выбираем EU, мы выбираем DF, и мы смотрим, когда все стартанет. И мы видим то, что Community Feast стартует через 49 минут. Также то, что осада драконьи погибели, она уже стартанула. Осада драконьи погибели, она идет каждые 2 часа. Вам же я просто рекомендую запомнить, когда она стартует у вас по вашему местному времени. Например, у меня плюс 4 от московского времени, это нечетные часы. Если же, например, у вас плюс 3 от московского времени, то для вас по местному времени это будут четные часы. Правильно? Ну, по-моему, правильно, да. И таким образом можно никогда не забывать, когда стартует осада драконьи погибели, которая на текущий момент нужна для виклика, для помощи союзу. Также на Wolfhead есть другие таймеры, которые просто-напросто помогут лучше ориентироваться в контенте Dragonflight. На этом все. Ссылочки, само собой, будут в описании на оба сайта. Так что пользуйтесь. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!